лидер крамник здесь это позиция из анализа так а вот на деле стоит вот нечто такое там мы смотрите оставили этот поединок после хода а тот план который указывал саша да я там это думаю что тут конь bd2 да ну на что-то не понравилось не понравилось петру видимо были какие-то основания я думаю что он долго думал судя по показаниям часов здесь он немало потратил нет санитры быстро достаточно быстро ну может быть посчитал что вот в этой позиции у него все хорошо хотят два слова на черных наверное дают достаточно компенсацию за такой я на теки 2 словно условно белопольный поменяется все поменяется и коем поменять 100 белок просто будет ясно перевесного так просто наверное не поменять сегодня похож на знаменитого комментатора василия уткина родился изрядно похоже его обычно василий так одевается такая же степень небритости примерно него да кстати кстати василий уже дал согласие на на комментарии этого мемориала должен был тоже быть одним из наших гостей но к сожалению последний момент планы изменились он сейчас не смог не смог поприсутствовать на этом празднике шахмат интересный у меня был с ним диалог когда я спросил василий не хотите ли вы принять в этом участие он искал ну как же я шахматы ну не очень так комментирую и немного знаю я говорю ну не поверишь что вы совсем не умеете играть он сказал нет нужно такой дебют сокольского то я знаю не стало все ясно то есть и вот такой трейдмарк позволяет рассчитывать на то что там с профессионализмом не только не только комментаторским но и шахматом все нормально надеюсь что еще увидим на комментариях будь то мальчина пьянинство мира или трансляции с мемориала то ли увидим еще василий откина и много других интересных гостей задумался петр ходком бд2 напрашивается и то что он не делает его заставляет предложить что есть просто еще другая сильная возможность а именно может быть пони fb2 вот по ощущению белого должно быть лучше но но свитер как-то его лучше знаешь конечно сашину мне не кажется он так прям чересчур довольно свою позицию рабочее состояние такое но есть состояние когда петр уже уже совершенно доволен это видно понятно белых далеко не выиграно не но в принципе интересно как если у черных ну тут нужно смотреть потому что по структуре у черных плохая позиция но у них активные фигуры то есть конь бд2 конь бьет d2 конь бьет d2 слон g2 ферзь d5 шаг и просто ушел на g1 ну вот конечно чёрт его знает тот самый лобовой вариант от него черные могут как-то уклониться белые могут еще конец можно сыграть е4 ухудшим структуру но отбросив ферзя непонятно куда ферзь вообще а е4 тоже любопытно да потому что да в идеале поставить пешку на и 3 ограничить слона и и 4 единый ход ферзь d6 да ну и здесь уже можно подумывать о ладится один и кому-то не может найти здесь по виду белых то получше везде да поэтому позиция выглядит значительно более приятный завел их не то что он получше просто ну здорово улучшение ясная игра даже и король же один может быть не так глупо нет я мил в доме на мой взгляд именно относительно черных вот на конь бд2 черные могут уклониться могут взять слом бьет f2 поменять резко рисунок горьбы возьмешь на f2 ночи не говорят что есть вот конь g5 возможно ну так такие две фигуры завозил как бы обычно в пользу белых при полной газке материал как бы трудно предположить что туда пойдет правильный при когда пройдем с момента 2 саша ключевых так испуганно глянул на меня что со мной случилось вроде недавно играли за команду сакара играть а тут такие ходы предлагается но есть ход ферзи си я все думал как защитить одновременно c5 и е4 способ нашелся за есть такие поле ну вот ну может быть может быть и ввиду этого ресурса петр 6 раз думают не потели конь fd2 вот я пока не вижу против на конь fd2 уже что-то может быть она есть связанная с f2 конь в 2 ферзь бьет c5 не ну словно а слону в долл одеяю 2 и слон бьет б 7 ну и какая-нибудь там ферзь d4 там ну что то он что то есть что посчитать ну давайте подвигаем король h1 вряд ли хотя хотя случайно такой может пройти слон бьет б 7 но здесь взять это и в два гораздо менее эффективно просто черный выходит шахм ферзь d4 или или даже ладья бы 8 8 нужно потому что ферзь d4 угроз может быть и не таит поэтому вправе побить на возможно вправе побить на а8 непонятно фигуры с другой стороны белых отсечены и может быть там какой-то тихих ученым улать все позволит я хочу больше будет конь f3 какой-нибудь конь f3 до после чего стоит а шах на что ничего не дает а потому что слона 8 то как раз проигрывается корешу потом я хожу конь g4 не ферзи в 2 ферзи в 2 слон g2 конь е3 ферзи е4 ферзи е1 там что конь f1 конь f1 напоминает это шестнадцатую партию карпов каспара в общем петр задумался ясно что если ему удастся вот первый вариант реализовать структуру структуру вот эту сохранить разменяв пару фигур то будет стойкий перевес и черным придется мучиться и с не очень хорошими шансами на благоприятный исход партии но с другой стороны пока фигуры очень активно стоят и поэтому выбить с позиции их может быть тоже оказаться не просто очевидно что крамник тщательно это взвесил потому что ну он бы вот я заметил что володя на плохие структуры идет только если есть какая-то совсем уж конкретная задумка и вот здесь наверное посчитал оба хода по нефтадай комбета 2 пришел к вывода что появится нормально потому что ну играть b4 никакой необходимости скажем там так не было можно было хватило деба 8 лице 76 а он значит решился на наиболее принципиальный путь ну мы так и говорили мы должны успеть оглянуть глянусь на все партии поэтому закончили ли гельф анцинандом давайте вот на каморос карлсон явно не закончили посмотрим что они за это время натворили вот же 5 так это было сыграно много ходов здесь сделано давайте посмотрим в другой позиции он пошел слон бассейн очень грамотный ход потому что слону уже делать нечего на 6 дай белый не пошли и 4 хотя охотно прошу вас на и 4 до 4 может не понравилось тем потому что слон е3 в этих позициях никогда не является угрозой быстро слон е3 всегда следует жертва ферзя и у черных здесь просто лучше слон становится владея до 8 ефшах мощнейший слоны пешка на и 5 падает в общем плохо там у белых поэтому е4 то не было сыграно конь d2 подтянул коня конь c6 как мы говорили коню вместо на c6 при возможности потому что очень здесь он оказывает влияние на центр и на d4 на и 5 конь f3 и g5 то есть это эвентуальная возможность стала реальность слон е3 g4 естественно просто просто без предупреждения съедена пешка съедена пешка но вообще в последнее время супер турниры превращаются в футбол то есть играет 6 человек 8 10 12 а выигрывает карлсон вот ну это аллюзия на знаменитые слова про бекенбауэр нет не ближе линекера линекера до гарри линекера про английскую сборную про германскую сборную выигрывают немцы но в данном случае мы говорили что бывают исключения и собственно исключения эти тоже это крамника ранен 2 человека то есть реально ну вот накамурова один турнир виконзе но очень значимый и корякин поделил победу с карлсон на турнире в базе так что какие-то все-таки но корякин все-таки больше да да но все винарис но уже пару лет назад все-таки корякин поделил первое место прошлом тали но турнир был отнюдь не такого масштаба как в этом году надо говорить прямо потому что ну в этом году состав цифры говорят сами за себя и и в общем что тут говорить да здесь очень интересная позиция нам даже так сразу варианты вариантами и не то что исчерпать на начать какие-то ходы предлагать не так уж просто сейчас лишняя пешка и взятие надо 5 по идее не должны нигде проходить потому что после размена слонов всегда пони в три шах поэтому там взять и кони в 5 типичный какой-то маневр он ну нигде практически не проходит сейчас сейчас очень так угрюма смотрит на доску хикару не нравится ему не нравится ему происходящее но еще иногда так бывает что позиция выглядит довольно неясно компьютер например покажет минус 1 то есть белым пора сдаваться сейчас вполне заурядная практика я думаю что сейчас господа гроссмейстеры готовы взять сторону черного да вот его здесь и я-то безусловно по вино я не вижу ничего забил их еды слон d5 коня в 5 ну-то ферзи в 6 да ферзи может быть вот этот вариант все коня в 5 попробуем мне кажется что это так такие вброс фигур канадский вот так на камура как раз много лет жил в канаде во первых да и на мильте беля тебе ли ругаться на канадский вас фигур но все-таки все-таки не так не так я нарушаю принципе но и хотя бы знаю не но просто так же нельзя надо что-то здесь придумывать белом пешки нет надо да вот ну возможности то на самом деле даже угроза толком у тебя нет я могу просто пойти кони в 3 слона в 3gf даже непонятно вообще что ты можешь создать у тебя висит конь это как бы так мне не хочется закрывать диагональ безусловно ферзи в 6 пожалуй наиболее принципиально это слон d5 еды ладья d5 и вроде сразу проигрываю ну вот может быть оценка позиции в том и состоит что не видишь как сразу проигрываешь но я понимаю что в моей позиции много изъянов объективно здесь очень опасно конечно белых ну черные могут просто играть там ладья d8 у меня все фигуры стоят лучше и и король лучше король лучше но просто ладья d8 пожалуй самый такой ход хотя кони в три шахта амбициозны то будет у них 3 оставляет уйти наши должен уходить на h1 больше чего у меня там масса возможностям есть попытка выиграть сразу ходом ферзь c6 не знаю проходит она или нет но всем случае указать ее стоит потому что ладья даде нельзя и за ферзь бьет d5 здесь здесь ну дорога он здесь хороший совет мне кажется что это а можно просто сдваивать с ладьями а я и непонятно как там ну очень опасно то есть если не проигран это очень опасно мне кажется на камуре полностью удалось навязать ход борьбы которые его устраивают черными он сумел перехватить инициативу кажется молодец но он бы 7 после долгого раздумья поднял год который но даже вот саша который имеет богатый опыт таких структур даже и не рассматривался в том кратком анализе который у нас был и да мы разбирали под сердце 8 конь d7 уже 5 так далее вот сломба 7 наладил взаимодействие фигур потом уже пять не боясь каких-то призраков и сейчас сейчас вот позиции на диаграмме еще раз вернемся к ней